Ребята, всем привет! С вами Александр и вы на канале Linca Game. И сегодня мы познакомимся с еще одним очень необычным динозавром. Задолго до появления спинозавра на земле ходил другой хищник, обладающий парусом на спине. И имя ему Конковинатор. Перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Усаживайтесь поудобнее, а мы продолжаем. Конковинатор относится к роду хищных ящеротазовых динозавров из семейства Кархарадонтозавриды и включает всего лишь один вид Конковинатор Корковатус. Окаменелости практически полного скелета были найдены в 2003 году, недалеко от города Куэнко в Испании. А экземпляр сам был описан уже в 2010 году. Родовое название происходит от двух латинских слов. Это Конко, провинция Куэнко, и Венатор, переводится как охотник. А видовое название Корковатус означает горбатый. Итого в сумме можно перевести его как горбатый охотник из Куэнко. Жил он в Нижнемиловую эпоху примерно 125-130 миллионов лет назад на территории Испании, как вы уже поняли. Ну и как Кархарадонтозаврид, у него довольно большое количество известных родственников. Это Эокархария, Акракантозавр, Тиранотитан, Кархарадонтозавр, Гиганатозавр и Мапузавр. Все это его близкие родственники. Как вы поняли, название наш динозавр получил именно из-за своего горба на спине. Какой формы был этот горб, существуют две версии. По одной точке зрения он был довольно острый, одинарный. А по другой точке зрения у него была такая, скажем так, волна. То есть из двух частей состоял этот горб. Его назначение до сих пор остается неясным. Возможно, это был горб, который использовался для хранения жира, как у верблюда. А с другой стороны, это может быть просто такой вот парус, как у секадантозавридов разных, как у того же спинозавра, который выполнял роль в брачных играх и мог окрашиваться, например, в какой-то более яркий цвет. Еще одной важной с точки зрения археологии находкой является то, что у него, скорее всего, были перья на передних лапах. К этому выводу можно прийти, посмотрев на предплечья конковинатора, на которых были обнаружены небольшие шишки, сходные с присоединительными местами перьев, которые характерны для птиц и других крылатых тераподов, таких как велоцераптор. Такие образования также известны у многих других оперионных динозавров. До обнаружения у конковинатора ни у одного из представителей алазаврид следов перьев ранее не было обнаружено. В то время как у параллельной эволюционной ветви целурозавров они имелись. Давайте сейчас посмотрим на его полную классификацию. Класс рептилии, надотряд динозавры, отряд ящеротазовая, подотряд тераподы, инфоотряд карнозавры, надсемейство алазавриды, семейство кархеродантазавриды, род конковинатор, а вид конковинатор карковатес. Ну, единственный в своем роде, как я уже говорил. Каких же размеров был этот динозавр? В длину он мог достигать примерно 6 метров. То есть он не был, конечно же, гигантом. И весить он мог примерно 320 килограмм. Так, ну что, ребяточки мои дорогие, в общем-то, да, конковинатор, как оказывается, у нас из знатной семьи кархардантинов или кархардантидов, короче, с гиганатозавром, мапузавром и прочими, короче, в близком родстве состоит. Ну что, давайте будем на него глядеть. Вот такое вот, как я говорил, у него какое-то детское лицо, как-то миниатюрное мордочка, то есть 6 метров длины, конечно, у него. Давайте будем ознакомливаться, что у нас здесь. Так, обычно конковинаторы живут поодиночке, но известно, что они могут собираться у трупов больших динозавров. Ну, как и все. Так, хотя, конковинаторы, мне вот это кто-то в комментариях мне поправляет, типа, не конковинатор, а конковентр, да, это у нас где-то было написано. Вот это вот ерунда. Вот где-то здесь в игре где-то было написано конковентр, по-моему. И вот это мне там какие-то... А, вот конковентр, вот тут у нас написано. А здесь конковинаторы. В общем-то, ребята, перестаньте этот срач разводить в комментариях. Загуглите в Википедии, гугл, он всю жизнь был конковинатором. Чего? Вот конковентр, это какой-то его очередной малоизвестный синоним. Так, ладно, идем дальше. Обладает внушительными когтями. Эти животные предпочитают кусать противников, ну, потому что были острые зубки. Так, конковинатор. Один из многих хищных динозавров, которые обзавелись гребнем на спине. У спинозавров тоже они есть, ну да. Это мы знаем. И у Дейнахер, ух ты, прикольный, смотрите, какой он. Ну, если, в принципе, эту картинку от фотошопе, то и так можно будет прекрасно разглядеть. Хорошо, тогда мы делаем что? Делаем сейчас ему прокачечку. На водокачечку. Нам как раз нужно потратить еще минимум 10 миллионов еды, и потом выполнить эту сделочку. Давайте делаем вот так. Сливаем 10 лямов еды. Ну, реально мне напоминает дракона с Маук. Кто согласен, ставим лайк. Ну, он как-то выглядит довольно мелким. Вот если его бы уменьшить, и он бы был вообще на Раптора похож. 6-ти метровый конковинатор. Это реально, мне кажется, здесь букву кто-то пропустил. Просто я еще как бы глубоко не изучал. Я снимаю эту часть видео до того, как вышла та предыдущая часть с рассказом о конковинаторе. Может здесь и ошибка, а может и есть такой синоним. Так. Ну, когда вы видите это видео, я уже думаю, ответ на этот вопрос тоже знаю. Так, делаем вот так. Сейчас пойдем сражаться двумя тридцатыми конковинаторами. Так, делаем вот так. Ну да, потому что мы не потратили еще 5 миллионов еды нужно потратить. Так, тогда мы что делаем? Идем вот сюда, идем вот сюда. Назад. Не посмотрел, какая у них сила укуса. 1375. Запомнили. Идем на схватку, идем вот сюда. Идем вот сюда. 1375. Так, вот пойдет первый. Если попадется какая-то амфибия, пойдет птирыч. И вот так. Погнали. Так, тапия, лазавр, диморфодон. Так, это дохлый какой-то. Вообще капец дохлый. Они, они все в принципе здесь довольно слабые. Здесь самый сильный это диморфодон получается. Хотя, они все в равную силу. Ну, мы тут намного сильнее. Они как бы изменили, наверное, метод подбора непонятно почем. То есть, что-то нам совсем слабое попалось. Тут одним конковинатором при желании можно разрулиться. Но мы как бы никуда не спешим, так сказать. Никого не бережем. Мы просто будем тупо атаковать. Ну, давай, три удара и хана. Молодец. Ну, противник реально у нас слабеет чуть ли не в три раза. Чуть ли не за один удар я его пробиваю. Так, надо накопиться сейчас побольше баллов. Но этот меня Гадену сейчас будет пробивать, да? 533. Да, атака на три. Этого как раз хватит. Нет, не хватило. Отлично. Значит, я смогу насобирать побольше баллов. Давай, пожалуйста, пробей птеродактиль, чтобы я смог на 8 проатаковать. Отлично. Не хотелось бы подменяться, тратить на это целый балл. И атаковать на 7. Появляется прикольно, да? Прикольно еще выходят на арену некоторые динозавры на Джурас Курдилайф. Так, ладно, мы атакуем. Сколько демага мы нанесем. Так, давай, красавчик, рычи. Вообще-то эти горы мне напомнили Джурас Курд Эволюшн. Блин, все никак не могу снять то, что хочу. У меня есть идеи для нескольких сюжетов. И все никак руки не доходят до Эволюшна. А, вот эта же наша сама сейчас остановится, да? Ну, гиганатозавр, кстати, родственник конковинатора. Отлично. Закрыли. Так, где ты, мой друг? Вот. И тогда делаем эволюцию! Ух ты, он пушистенький такой становится. Ну, давай, давай, давай быстрей, 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 быстрей. У-у-у-у, прикольно. Ему идет. Я люблю, когда динозавра изменяет, но не так сильно, чтобы он вообще на себя был не похож. То есть вот это мне нравится. И сейчас мы точно потратим столько еды, сколько надо. Ах, красавчик. Так, давайте тогда, пока я не забыл, ребята, сделаем вот это. А, 92 миллиона, вот я понимаю. И возвращаемся к нашему динозаврику. Он сбоку кажется плоским, как какая-то селедка, не селедка, а таранка. Так. Три тысячи двести на тысячу восемьсот. Это у нас... Ну, что-то он как-то слабоват, слабоват. О, такой вот у него гребешок. Он как ищейка. С зубами, как у акулы. Да, это же все семейство кархародонтозавров. Кархародонт кархария. Мегалодонт. Так, и давайте последнюю читаем. На лапах конквинатора есть специальные щеточки, которые позволяли ему держать жертву между пальцами, подобно кошке. Специальные щетинки на лапах. То есть, как бы он типа цепляется, да, не скользят щетиночки специальные. Прикольно. Так вот, может он сам мог даже запрыгивать. Он не такой был супертяжелый, чтобы упасть там и сломать себе что-нибудь. Мог и на какого-то зауроподика запрыгнуть. Так. Ну что. Давайте его докачаем. Ам-ням-ням. Так, еще давайте тогда его подразним. Так, ну у тебя еще должна быть какая-то еще другая анимация. Че, не все? Да. Не понял, почему так. А ну-ка, может давайте выйдем. Выйдем и зайдем. Один раз. Да, вот один раз я его нажал, и он такой присел, типа погладь меня. Лащица, как кошечка. Отлично. Ну, а такую атаку мы уже видели. Итак, у него два косаря. То есть он такой тоже у нас демагер. Мало жизни. Афиакадончик. Так, ну и 1945. Пошли, пошли, посражаемся. 1945. Это довольно больно. Вот он. Давайте возьмем Раджика. Возьмем. Давайте Эудиморфодона возьмем. Акракантазавра может взять. Давайте Акракантазавра. Они что-то похожи больше. Вот так. Интересно, попадется нам опять такой же слабый противник или на этот раз у нас работает поярче? Да, на этот раз повеселее. Противник у нас очень крепкий, я бы сказал. Так, и кстати, не в нашу пользу. У него травоядный, а у меня летун. У него может быть 3 балла. И он не проатаковал. Хитрый гад. Хитрый. Хочет нас победить. Атакует на 4. Очень хитрый гад. Но он с таким раскладом нас должен победить тогда. Ну, если он играет умно, у него преимущество. Так, ну остался один конковинатор. Двоих-то мы, думаю, заберем с собой на тот свет. Да, а вот следующего мы вряд ли сможем одолеть. Так, 1, 2, 3. Мы победили. И 1, 2. Он под минцей у него будет 3. Больше не надо. Анкелодок нас не сможет пробить. А если он подменится, у него будет всего лишь 3 балла. То есть пройдет по нам всего лишь 1. Давай, я прошу тебя, подменись. Тогда у нас будет шанс. Он сменился. 3. Если он атакует, то он покойник. Он не проатаковал. Хитер, гаденыш. Ну. Попытка, не пытка. На 4. У нас появляются шансы, ребята. У него остался 1 балл. Анкелос атакует на 400. Мы знаем. 1, 2, 3, 4. Он покойник. Анкелос. От Анкелоса защитимся. Ну, не знаю. На 2, наверное, даже перестарался. Да. Не стоило защищаться вообще от Анкелодока. Максимум 1 надо было ставить. Ну, это как бы мы его пробиваем за 1 удар, а потому мы победили. Ха-ха-ха. А в начале мы вообще-то сливались. В начале мы сливались, ребята. Вот так вот, друг. Давай, запрыгивай на спину этого Анкелодока и порви его, как тузик, тряпку. Ух, красивый только что был кадр, как он рычал. Анкелодок ему прямо пасть засунул в рот. Так что, я думаю, вы должны оценить, ребятки, это было достойно. Так, это она сама остановится, да? Это уже, конечно, было излишним. Вот этот элемент того, что есть надежда, что ты можешь угадать, но его как бы убирать не стоило. По-моему, никаких же там хаков не было по этому поводу, чтобы как-то можно было угадывать в эту рулетку. Ну, я, по крайней мере, не знаю. А реально уже угадать с тем, как она быстро вращалась, уже было нереально. Ну, хотя раньше можно было угадывать. Ну, так. Не 100%, но с какой-то долей вероятности. Вот такие вот у нас были, ребятки, прогулки с чудовищами в исполнении Александра. Да, и такой вот у нас конковинатор. На этом я, ребята, с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok